В эфире Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Ледяной столб, народные забавы, кукла из ткани и соломы. Все та же Масленица, но на новый лад. Северодвинцы отметили традиционный праздник сразу на пяти площадках города. В центре проводов зимы побывала и наша съемочная группа. Любого встречного в этот поезд не возьмут. Необходима шапка-ушанка, платок или любая народная атрибутика. Масленичный поезд связал на празднике две главных площадки. Площадь Победы и Парк Культуры и Отдыха. А всего праздника отметили в эти выходные сразу на пяти площадках города. Под аккомпанемент гармонии с частушками по проезжей части идут больше двух сотен северодвинцев. А в центре поезда Цветная Арка. Ее в честь каждого дня Масленичной недели изготавливали специально. Основные мероприятия праздника развернулись в Парке Культуры и Отдыха. Как и многие гости, Наталья, Рашид и маленькая Эльвира пришли сюда с готовым планом гуляний. Чучело сжигают, блинами кормят, к чуче на блины ходят. Нравится, что люди, во-первых, гуляют. Мы вчера тут были, то есть как пустынно было и вчера. Да, как всегда. А сегодня дети, главное, детям нравится самое главное. Выставка масленичных кукол, каток, чайпитие с самоваром и целый набор снежных фигур. А здесь, на большом плакате, северодвинцы просят прощения у близких и не очень. Можно порисовать и прямо на снегу, пока родители крепят ленточки на романтическое дерево любви. Ну, загадали желание сокровенное, никому не расскажем. Ну, когда в семье любовь, благополучие и добро, всегда получается все как задумано. Вот отаща больно, а не корнишь свою красавицу. А может она у тебя глупая, да неумеха. А давай-ка мы это проверим. А возле снежной крепости представители клубов исторической реконструкции рассказывают о древних обычаях. Площадку готовили специально к масленице. Здесь же организовали кулачные бои, показали поморские забавы и устроили настоящее фаер-шоу. А после подожгли масленичную куклу. В этом году особенно эффектно. Гори, гори ясно, чтобы не подастся. Гори, гори ясно. Наталья Аскерка, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Гори, гори ясно.